всем привет и вот мой улов после осенней прогулки я ездила на дачу к бабушке и насобирала цветов но и сегодня еще на улицах полно цветов листочков и каких-то еловых веточек их можно найти в любой день главное гулять с внимательностью и я хочу вас сегодня вдохновить на то чтобы засушить эти растения эти летние цветы осенние листья чтобы сохранить и сделать из них искусство возьмите какую-нибудь книгу это может быть любая старая книга или просто любая книга приготовьте растение и бумажные салфетки уделите для этого себе время потому что раскладывать цветы даже для сушки это очень-очень приятно и вдохновляюще сядьте вечерком или еще лучше ранним ранним утром я очень люблю начинать свое утро с каких-то творческих дел а потом уже заниматься йогой возьмите растение в руку почувствуйте его какой она на ощупь откройте лист книги и аккуратно разложите растение в таком виде в каком вы хотите чтобы она засушилась если это какая-то новая книга вы можете положить растение между салфеткой чуть дальше я покажу как это сделать есть специальные техники для того чтобы засушивать растения но я попробовала просто их сложить в книгу и под пресс и мне очень понравилось пожалуйста не спешите почувствуйте себя сядьте удобно сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и не спеша раскладывайте наблюдайте как вам хочется раскладывать цветочки может быть вам хочется раскладывать их очень ровно а может быть наоборот может вам хочется взять только зеленый и положить их рядышком или взять разные растения самое главное это такое созидательный процесс в эту минуту не просто все покидать в книгу и побежать а уделить на это время я раскладывал растение где-то полтора часа и это очень приятное занятие я наблюдала за собой можно вот так вот просто их покидать как они лягут и тоже очень интересно потом открыть посмотреть что же получилось так вот отнеситесь к этому как к созидательному процессу и подарите это время самим собой себе этот вечер или раннее утро я сейчас буду иногда читать вам цитаты элизабет гилберт это такая американская писательница которая написала есть молиться любить я влюбилась в ее книгу еще даже когда не знала про нее наш проект начал существовать наш проект больше волшебства книга элизабет гилберт называется большое волшебство я влюбилась в эту книгу и ее с удовольствием слушаю и читаю так вы раскладываете листики включите себе какую-то приятную музыку выдохните может быть зажгите свечи и помните что творческий потенциал заложен в нас самого-самого детства самого детства мы стремимся к творчеству через игру мы строим песочные замки мы в детстве с удовольствием их ломаем если сейчас ребенком построить песочный замок а потом сказать ему сделай что хочешь чаще всего дети их с таким удовольствием и с такой непривязанностью ломают что даже взрослые ахают а дети смеются и веселятся раскладывать цветы так как хочется вам мы будем еще и складывать красиво в гербарии но здесь тоже очень-очень приятно их раскладывать я бы так не говорила если бы сама не прошла эти приятные раскладывание видите ли я представление не имею что там скрыто внутри вас откуда бы мне это узнать возможно вы и сами не очень-то в курсе хотя подозреваю какие-то намеки замечали мне не известны ваши способности я знать не знаю что у вас вдохновляет каковы ваши желания и скрытые таланты но наверняка там у вас внутри таится что-то потрясающее элизабет килберт элизабет килберт чудесная книга я всем советую ее почитать вот какие-то большие растения можно разрезать на маленькие кусочки когда вы работаете с цветами попробуйте почувствовать их ваших руках не спешите вы даже можете с ними поговорить какой-то хорошенький какой-то миленький похож на зайчий хвостик улыбнуться им а еще обращайте внимание на странице книги что написано на той или иной странице на которой вы раскладываете цветы вот у меня здесь ой вот эти цветы прелестно засохли малиновые вот у меня здесь смотрите дуэт сильвы и эдвинс у меня здесь ноты песнь о родине и так получилось что я раскладываю елочки очень интересно иногда наблюдать на какой странице и что написано вы смотрите вальс я представляла как цветы танцуют будьте внимательны с цветами еще одна цитата элизабет гилберт людям свойственно тяга к творчеству с незапамятных времен с таких давних времен что эту тягу вполне можно назвать естественный свойственный нам от природы правда чудесно если у вас какой-то очень пухленький попался вам какой-то цветочек то из-за того что в нем много влаги проложите его салфетки так салфетка впитает всю влагу с двух сторон не испортит книгу а вот у меня минуэт посмотрите как прекрасные сочетаются ноты минуэт и эти цветы на все хорошего вам творчества хорошей дружбы с цветами не забывайте восхищаться ими улыбаться знакомиться с ними хорошего вам раскладывания цветов а 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 и а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok